Здравствуйте, господа! Сегодня у нас такой приятный для меня обзор. Это обзор по фидерам Флагман Гретхам. Кто меня читает в соцсетях или на форумах, я пишу часто, что мне эта серия действительно нравится. И претензий у меня к ней меньше всего. Серия большая, но сейчас у нас проблема с пикерами. Поэтому вот здесь пикерочки я не представлю. То есть я собрал 10 удочек, 10 фидеров. Вот о них мы расскажем. Я расскажу, померяем. Сразу скажу про вес. Чтобы каждый на камеру не перевешивать, да, и не встречать с каталогом, я вот выборочно несколько штук перевесил, взвесил. И в принципе веса абсолютно совпадают. То есть там плюс-минус, где-то 5 процентов, наверное, веса играет. Или в плюс, или в минус. То есть совершенно несущественно. Поэтому, в принципе, к сайту Multifish можно верить. Данные взяты из официального каталога, и они соответствуют действительности. Ну, приступим. Фидер поставляется вот в таком, в такой вот пупырке, так называемой, мягкой. Кто знает, что такое браунинг сфера, фидера, и кто их видел и покупал, я думаю, что заметит вот эту пупырчатую пленку. В общем-то, она и есть. А это говорит, вероятнее всего, ну, я именно так должен говорить, да, что с ним 100% утверждать, потому что производитель мне будет задавать вопросы. Я к этим фидерам отношений не имею в плане производства. Поэтому, скажем так, Фотоны Про, мои, Сабанеев, да, соответственно, браунинг сфера, вот теперь Гретхэмы, очень похожи, и говорит это с большой вероятностью о том, что они выпускаются на одном производстве, на одном заводе. Здесь, как и у Прошек, уголь 40 тонн, уголь Торей, Япония, качественный, хороший уголечек. Фурнитура. Сигает кольца. Катушка-держатель Фуджи. Значит, катушка-держатель вот этот, в отличие от предыдущих выпусков, если вы смотрели по фидерам, что я где-то там критикую, что не очень удобно держать и так далее, да, вот вроде надежный, но вот это колечко, форогрип, так называемый, да, он слишком мал, и часто, когда руки мокрые, или потому что мы всегда прикормкой, как правило, правой рукой, да, берут, в прикормке руки, в воде, кормушку берем чуть-чуть, всегда это все вот на этом неопрении остается, и часто это скользит, поэтому здесь специальный форогрипп с таким увеличением вверх, соответственно, сама шайбочка-держак сам по шире, да, ну и, соответственно, по качеству это настоящая Фуджи, качество хорошее, никаких вопросов не вызывает, все мягкое, катушка сюда входит прекрасно, практически всех моделей, я сюда ставил Дайву, Шамана, мои любимые, скажем так, оптимальные, последнее время Каденс, ну, в общем-то, все сюда заходит, я вот не слышал, что кто-то испытывал проблем, что с какие-то размеры катушкой, даже какие-то фирмы, производители, наверное, больше, так сказать, с нестандартными лапками, сюда не встали, поэтому, если кто-то, у кого-то это так получилось, я просто не в курсе, напишите в комментарии, и как бы будет полезно и мне, и людям, кто вас почитает. Значит, рукоять имеет вот такую юбочку, талию, она тоже приятная, это приятный дизайн, соответственно, сзади торец комля закрыт рабром, это пробка с резиной, с мелкой крошкой, надежная, которая противостоит нагрузкам, и торец комля, здесь такая у нас площадочка, металлическая пробочка, тоже она, она маленькая, она несущественная, так называемая, почему несущественная, по весу, я имею в виду, чтобы лишнего веса не добавлять фидер. То есть, в принципе, все очень продуманно и грамотно, я много критикую, наверное, кто знает, и пишу правду, как есть, что мне не нравится там то-то, то-то, вот это минус в Inspiration, например, если смотрели, то здесь, с моей точки зрения, сделано все отлично, то есть, здесь хорошая пробка, приятный, неброский дизайн, не вороний, так называемый, вырви глаз, слим-бланк, правильно сделали, что они просто не наносили краску, это лишний вес на бланк, то есть, вот такой полированный, приятный, дорогой уголечек, это чувствуется, и приятно на руке, и надпись сама, очень неброская, в то же время информативная, то есть, длина рукояти, сама пробка, правильная пробка, да, которая не рассыхается, не намокает, как-то, да, не будет сыпаться у вас, как на некоторых моделях, опять же, о которых я говорил выше, в других роликах, что это бич, когда человек покупает, а через сезон у него вся пробка уже разваливается в труху, там вот, проводит вот так, и все сыпется, вот, ну, посмотрите ролики, скажем так, которые, если кого-то интересуют, ну, конечно, это более в бюджетных фидерах, значит, колечко, как я сказал, кольца Seagite, кольца не трехлапые, двухлапые, но этого достаточно, с моей точки зрения, они не утяжеляют бланк, они правильно поставлены, они имеют правильный диаметр, входящего нижнего, ну, правильный диаметр нижнего кольца, и, соответственно, расстояние от катушка-держателя до кольца, ну, плюс карта колец сделана, с моей точки зрения, прикопаться, как говорят, мне не к чему. То есть, фидера действительно хорошие, и они действительно, ну, скажем так, правильно востребованы, потому что у нас их покупают, ну, больше, чем всех, наверное, остальных, вот, из сегмента фидеров за эти деньги. Ну, давайте начнем, я маленький обзорчик такой, да, что чего технически, потом так же понагружаем, вот сейчас погода уже начинает шептать, лето практически подходит скоро, да, и я думаю, что дальше мы уже потестим это все на воде с разными грузами. Значит, у меня в руках 330 до 65 грамм. В комплекте три вершинки, все карбон, две унции, единичка и 0,5 унции. Сразу по кольцам, вот помните, я в инспирейшенах критиковал кольца, разные на этих вершинках, что невозможно нормально шок-лидер применить или еще что-то, то есть народ уже жалуется и как бы начали уже писать, где я это публикую, да, что да, действительно, Максим, ты полностью прав, нигде такой информации не было, и вот как бы, а мы мучились, не знали, знали бы, не взяли, грубо говоря. То есть здесь такого момента нет, здесь все кольца одинаковые по диаметру, да, они также правильно расставлены, что вершинки ломаться не будут, только, естественно, если ошибка какая-то рыболова не будет. Тюльпанчики, сами вставки кольца, длинный вершинок, то есть с моей точки зрения это просто вот идеально. То есть мне эти фидера, повторюсь, очень нравятся, это, наверное, я бы сказал, ну, наверное, самая любимая серия из всего флагмана, и эти фидера Гретхам для меня из всех существующих вообще на рынке, ну, они стоят в одних из первых, скажем так. Значит, длина вершинок 52 сантиметра. Ну, чтобы все здесь не мерить, я думаю, сайт Multifish, мой личный сайт, зайдите, посмотрите, там досконально диаметры все, ну, вот я сейчас что там, допустим, основные вам мерю, по каким вопросам большого возникает, это длина рукояти от нижней точки катушка-держателя, я меряю, ну, соответственно, до торца, это 45,5 сантиметров. Дальше что, ну, давайте диаметр комля 11, то есть это хороший, качественный Slim Blank, никаких вопросов по нему у меня нет, фидерочек очень приятный, им, мне ловить одно удовольствие, я могу сразу сказать, по держаку то же самое, как я уже сказал, то есть приятный дизайн, очень такой, чуть под хром сделано, и качество хорошее, главное, да, и катушечки все влезают. Так, следующий, а то я уже начинаю повторяться, 390 до 90, извините, что вот так в разброс, потому что, ну, мы, что называется, на ходу, людей много, сейчас ажиотаж сезона, постоянно вопросы сыпятся, а что, почему, как, хоть в двух словах, поэтому в двух словах так. Значит, вершинки здесь три штучки, карбон, один, два, три унции, опять же, повторюсь, по кольцам на вершинках вопросов не вызывает вообще, то есть, шок-лидер, допустим, ну, как я раньше говорил, я ловлю почти везде шоком, то есть, 0.11-0.13 плетня, плюс 0.22-0.28 монка, шок-лидер, правильно завязанный узел, только обязательно правильно завязанный, а его досконально, вот до движений, как бы, куда-что продевается, смотрите, опять же, на мультифиш, раздел обзора и советы, там года три назад уже выложен этот ролик, досконально это показано, как его вязать, чтобы ничего не билось, вот посмотрите там и уверен, получится, потому что я показывал там, вот этот, выложил этот узел, где вяжется плетня плюс монка, потому что, если плетня к плетне, либо моно к моно, будут другие должны быть узлы, потому что монка, она будет сжечь, там, и плетня, ну, и так далее, то есть, этот узел, именно плетня плюс моно, это вот, с моей точки зрения, оптимальная основа плетня, шок-мода, значит, длина вершинок у нас здесь 53, ну, плюс, минус там 5 миллиметров, я надеюсь, не принципиально, дальше, вот по посадочному диаметру, кстати говоря, то все глаз у меня попадает сюда, по посадочному диаметру, у нас здесь 3, ну, грубо, ну, 3,2 миллиметра, ну, имейте ввиду, что даже у таких фидеров, чуть-чуть может играть, диаметр вершинок, немножечко, здесь весь вопрос, именно в конусности, чтобы вершинка правильно заходила, поэтому, если она чуть-чуть одна глубже заходит, другая чуть мельче, ничего страшного в этом нет, это норма, значит, здесь у нас не ювелирка, да, где там, и то досконально все, не всегда высчитать могут, да, это вот удилище строения, здесь такие погрешности, ну, ничего страшного в этом нет, это считается допустимым, значит, по длине рукояти этого фидера, 51,5 рукоять у нас будет, ну, давайте вот до кольца катушка-держателя, фу, да, от катушка-держателя, от центра катушка-держателя до нижнего кольца, 62, ну, и пробежимся дальше, значит, следующий у нас собрат 12, то есть 360 до 100 грамм, здесь у нас также три вершинки в комплекте, такого же, как и предыдущего посадочного диаметра, 1, 2, 3 унции, все карбон, с хорошими пропускными крупными колечками, очень приятные кольца, вот то, что надо, ни больше, ни меньше, рукоять 50, до кольца от центра катушка-держателя 55,5, ну, давайте диаметр бланка, на всякий случай, у нас будет 13,5, так, следующий, 360 до 140, мощная палочка, но чуть подробнее о ней, когда потрясем, длина 49, до кольца от центра катушка-держателя 55,5, 3 вершинки в комплекте, все карбон, 2, 3, 4 унции, следующий у нас 13, 390, 120 грамм, рукоять, рукоять 51, до кольца от центра катушка-держателя 63, также у нас 3 вершинки в комплекте, все карбон, 1,5, 1,5, 2, 2, и 3, длина вершинок, 53, но, тут зеленая в комплекте, я бы, честно говоря, зеленую убрал, есть и есть, следующий у нас 360 до 80 грамм, такой интересный двухчастничек, сразу померяем транспортную длину, она у нас не всем нравится, сто восемьдесят семь она у нас, сто восемьдесят семь, так, расстояние от, до кольца от середины катушка-держателя 67, и рукоять 51, бланк, как и у всех, слим, тонюсенький, кольца легкие, значит, три вершинки, карбон, все, 0,75, единичка, и двушка, ну, маркировка зеленая с красным, ну, в принципе, приемлемо, я бы просто делал на каждой вершинке одинаковый цвет, мне кажется, мне кажется, как-то так приятнее, то есть, красная с ярко-желтым, например, да, как вот на фотонах про, ну, для меня это самый оптимальный вариант, значит, следующий, 14, это у нас 420 сантиметров, до 130 грамм, так, здесь огромное кольцо, даже интересно его померить, 25 оно идет, бланк, толщина, 14, длина рукояти 52, и до кольца центра катушка-держателя 65, длина вершинок 53, вершинки у нас 2,3,4, следующий, 390-150, кольцо такое же крупное, 25, у нас рукоять 52, до кольца центра-держателя 69,5, длина вершинок 53, ну и диаметр комля, ну, 13,5, практически 14, так, следующий, 420 до 180, мощный хэвичек, экстра хэвичек, да, наиболее продаваемая модель, для быстрых рек течения, 54 рукоять, до кольца, высоко поднятого, 71, диаметр, 14, 3 вершинки, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5 унций, ну, почему четверки нет, не знаю, ну, вот так решили, но, в принципе, они подходят, я им часто ловлю на оке, ну, как часто, когда вот нужно потестировать какие-то, я выезжаю, штук 7 беру сразу, и подряд там, час одним, час другим, грубо говоря, там, помощник навяжет что-то, чтобы время сэкономить, ну, разберет, я имя, поставит, протянет, все, быстро даешь, там, обмерил дистанцию, две точки я выбираю, и по двум точкам, там, грубо говоря, по 3-4 фидера у меня работают, пока один поработал час на этой точке, потом переношу просто дистанцию, второй фидер работает и так далее, значит, следующая моделька, 12 до 60, 360 до 60 грамм, рукоять 48, до кольца, центра катушка держателя, 55 и 5, длина вершинки, вершинок, 52, вершинки здесь тоже все карбон, единичка, 0,75 и полторашка, диаметр бланка, 12 миллиметров, смотрите, что еще хочу сказать, в принципе, вся серия Гретхам, в отличие от серии Тригорон, сделана как речники, то есть фактически это удочки речные, то есть если вы ловите на течении, то смотрите на серию Гретхам, но это в целом, вот если обобщать, если вы ловите на стоячей воде, то для вас чаще, скорее всего, подойдет Тригороны, мне сейчас спрашивают, что, ну, скажем так, я на течении ловил Тригоронами, мне не очень понравилось, а вот Гретхами прям вот супер, мне сейчас спрашивают, почему у Тригоронов большие тесты, объясню, потому что, во-первых, ими можно ловить на небольшом течении, то есть им может ловить кто угодно и где угодно, я говорю, что свое мнение, да, как бы я ловил, и с моей точки зрения, для чего они предназначены, вот серия Тригорон, она предназначена для стоячей воды, либо до среднего течения, а вот серия Гретхам, это вот, это среднее течение и выше, либо для тех, кто любит просто такой строй, да, достаточно быстренький, упругий очень, да, те, кто ловит, возможно, вот, допустим, 360-ю модельку, взять на карпика, либо он хочет универсальную палочку, и на течении, и там на стоячей воде где-то половить, это вот, Гретхам, с моей точки зрения, в этом отношении, очень большие универсалы, я знаю людей, и, кстати, многих, которые у меня брали Гретхамы, 420-е, вот эти до 180, да, по 2-3 штуки, вместо карповых палок, на карповники, ставят туда единичку вершинку, кормушку объемную, то есть она сама кормушка, там в районе 40 грамм, 50 весит сам свинец, чтобы далеко, чтобы можно было на тяг хотя бы сделать, потому что леска парусит, ветровое течение, и невозможно там под 100 метров, если забросить, да, поставить 28 грамм, она просто не будет лежать, ее будет постоянно потаскивать, поэтому здесь выбирается максимально вес кормушки такой, чтобы просто послать, чтобы улетела она куда нужно, да, и так далее, и когда корм вымоется, чтобы ее вес хотя бы мог на балансе таком удерживать, то есть в идеале сделать такой баланс снасти, это я уже чуть отвлекся, да, я потом большое видео сниму, хочу вот по поводу этого, потому что очень много тонких моментов, которые далеко я не видел, кто это освещает, хотя это очень важная вещь, допустим, в идеале сделать баланс снасти, когда вы взвели ковертив, чуть натянулся, и вот в таком вот находится вот напряжение, да, кормушечка, чуть-чуть сильнее его подзвели, либо вы условно какая-то там рыба попла откоснулась, и кормушка, вершинка кормушку уже сдвигает, вот в идеале добиться такого, да, чтобы это было, получается, максимально деликатная снасть, да, то есть максимально минимальный вес кормушки у вас будет лежать, минимальный тест вершинки, который допустим для данных условий ловли, если это течение, если это стоячая вода, то же самое, тогда вы добьетесь просто вот изумительной ловли, тонкой, изящной, красивой, умной, главное, ну вот чуть-чуть отвлекся, да, поэтому серия Гретхам, с моей точки зрения, она, я ее расценивал, и как универсальную, и как речную тоже, вот, серия Тригорон, она все-таки чуть больше в стоячую воду, условно, уходит, и я вот не ответил вопрос, а думаю, уже догадались, да, почему у Тригорона, все спрашивают, там есть какие-то большие тесты, раз, многие говорят, что она для реки не приспособлена, там, до конца, да, эта палочка начинает чуть сгибать, а как раз по этой причине, потому что стоячий водоем, допустим, вы ловите карпа далеко, условно, да, и нужно кормушка, там, 40 грамм, а веса корма, там, у вас на 100-150 туда, ну, закормочная кормушка, чтобы будут, там, общий вес 180 как раз получается, то есть сама кормушка, вес кормушки 40, а все остальное корм, забросить это как-то надо, вы не забросите же это фидером с тестом, там, 60 грамм, не забросите далеко, а надо под 100 метров бросить, вот в этой ситуации и берется хейвик, но для того, чтобы чувствительно сохранилась правильная, да, аккуратность, да, деликатность, снастки, соответственно, здесь вершинку никакой, 4 унции там условно ставить не надо, ставите максимально возможную в таких условиях, а как правило, это единичка, ну, как правило, в таких единичках, в крайнем случае, полторы унции, и вот вы тогда уже на балансе, корм вымывается, кормушечка еле-еле лежит, его натягиваете, это изумительнейшая ловля, красивая, потому что любая поклевка идет практически, если это патроностр самозасечка, там, на симметричной, несимметричной, то вы чувствуете эту поклевку, тут же, да, вы подсекаете, то есть, ну, шикарная снасть, прекрасная чувствительность, если инлайн вяжете, ну, в общем, вот, в двух словах так, давайте сейчас нагрузим, а то видео совсем огромным получится, а я там слишком много говорю, да, и уже не по этой теме, ну, вот, разложили все, давайте начнем с тяжелой артиллерии, с хевика, с экстра хевика, точнее, 420, а еще точнее, 427, до 180 грамм, вот такой речник у нас в руках, с большими пропускными кольцами, легкими, которые не загружают бланк, которые не портят хороший баланс, скажу сразу, рукояти длинные, вот во мне 178 рост, да, и, скажем так, для меня, длина рукояти, оптимальна, то есть, мне, скажем так, она позволяет вгрузиться полностью, выполнить бросок качественный, максимально далеко, то есть, никаких вопросов, вот этот хевчик не возник, не доставляет, сейчас попросим Константина Михайловича подержать, ну, вот смотрите, застроем, на фоне, опять же, нашей, любимой белой двери, вот такой строй, написано прогрессивно, я соглашусь, что, да, действительно, это ближе к прогрессивному строю, почему, потому что, вот я сейчас даже немного нагружаю, и бланк начинает прогибаться чуть-чуть дальше, уже ближе к омлю от середины, то есть, при броске он загружается хорошо, он загружается, прогружается весь, это очень важно, что, как некоторые модельки, которых я раньше говорил, где вроде хевика, нужно, чтобы он сам не бросает, да, бросает только верхушка, или он работает только на, там, малых весах, допустим, то вот этот вариант подойдет и для ролловли карпа, и на течении, да, он хорошо работает от веса кормушки 60 плюс корм, и дальше прогружать его можно плавным броском, он вдержит, то есть, я, общий вес у меня 250 даже грамм был, но это не рекомендация, я, это просто мое частное мнение, то есть, естественно, с таким весом дальности будет отсутствовать, да, как таковая, то есть, метров 40-60, если вы бросаете сильное течение, там, ямы какие-то резкие, свал и так далее идет, то вот бровка там, вот в этой ситуации можно его применять, а дальше уже, наверное, нет, то есть, все-таки в рамках теста, вообще, вся эта серия, я могу сказать, что она правильно подобрана, тест, он соответствует фактически характеристикам бланка, с небольшим прогрузом это можно делать, но, опять же, потихонечку у вас будет уходить дальность, следующий 14, тоже 420 сантиметров, 130 грамм, 14-ти футовик, нагружаем, ну, строй очень похож, прогрессивный строй, я вот сейчас достаточно сильно тащу его вверх, и видно хорошо, что он будет бросать приятно, то есть, он будет прогружаться, он будет помогать рыболову, это касается, кстати говоря, всей серии, о чем мне серия Гретхам очень нравится, самому, там, можно сказать, одна из любимых, как я говорил раньше, потому что все очень прогнозируемо, тесты разложены верно на удилищах, да, вот, ну, соответственно, 390, это фуру, 420 до 130 грамм, ну, это, скажем так, среднее течение, это максимально дальний заброс, вот, кто так ловит, с кормушками оптимально, я ими всеми ловил, поэтому я как бы сразу вам говорю, о том, это проверено, да, информация моя личная уже, то есть, что вот этот фидерочек, он хорошо работает с кормушками, 56 грамм он начинает работать, грубо говоря, как фактический хэвик, ну, где-то 542 вот уже начинает, да, там, 56 уже, вот, явно уже включается бланк, плюс корм, да, ну, и, соответственно, где-то 90-110, то есть, вот, 110 уже начинает бланк до рукояти загружаться, но, в принципе, я им бросал где-то общий вес, там, 180 грамм, он бросает, то есть, он начинает, как будто второе дыхание у него возникает, он включается, он бросает, ну, вот, ну, естественно, не на 100 метров, конечно, значит, 390 до 150, у меня в руках, нагружаем, ну, вот, очень приятно, и даже не скажу, что здесь 150, вот, посмотрите, что такое прогрессивный строй, вот, я все критиковал, там, да, вот здесь действительно, ведь, я немного держу, вот, не сильно, да, вот, чуть-чуть, и вот, насколько камера это передает, бланк, он от рукояти уже начинает работать постепенно, конечно, вверх работает больше, да, да, но вот от рукояти он уже включается, если я нагружаю вот сильнее, видите, он еще больше прогружается, то есть, бланк у вам будет помощником, это очень важно, крайне немного фидеров, которые, скажем так, с умом выпускаются, у того же флагмана, которые действительно будут помощниками, то есть, вот этот 390-150, очень приятный фидерочек, очень, вот, и я скажу, если у вас, вы ловите только на течении, ну, соответственно, тогда лучше все-таки фотон-про вы берете, берите, да, с абониев, а если вы ловите среднее течение, ну, как универсал еще где-то нужно, то здесь уже серия Гретхэм вам вполне подойдет, очень замечательно, кстати говоря, сразу скажу, чтобы вопросов не возникало, на всех фидерах мы поставили вершинки средние, которые были в комплекте, там, допустим, если 1-2-3 унция идет в комплекте, мы двушку ставим, ну, и так далее, то есть, всегда, по всех фидерах это среднее, значит, следующие 390 до 120, вот, это единственный фидерочек, который выпадает, с моей точки зрения, они глуповаты, кольца, немножечко вот у него стоят, вот видите, как колечки стоят, верхняя крупная, первая я имею в виду, которая катушка-держателя, нижняя, и дальше идут уже фактически матчевые, такие кольца, то есть, вот эта палочка, она единственная, которая мне не нравится, то есть, а самое главное, что она нифига не бросает, да, что называется, то есть, я ей загружал, то есть, она вот хорошо бросает 40 грамм, 56 грамм, она бросает, все хорошо, а вот больше 56, все, она бросит, но мне приходит свои силы вкладывать, и я фактически сам бросаю, ну, представьте, у вас весло там, да, или полено, какое-нибудь, которое негнущееся в руках, вы можете бросить там далеко, и можете, да, но вам надо самим как следует руки подключить, и мышцы подключить, а другое дело, у вас палка прогибается, набирает энергию, и отдает, бросает, то есть, вот в этой ситуации вы фактически отдыхаете, вы чуть делали, сделали поступательное движение, да, загрузили энергию, инерцию придали, и дальше уже кинетическая сила уже бросила сама, поэтому палки, бланк выхлест, выхлестнул сам, то есть, здесь вот такого не будет, вот именно вот в этой модельке, поэтому, скажем так, это вот единственный минус, наверное, серии Гретхам, это вот конкретно вот эта модель для меня, это, ну, для меня это серьезный минус, я считаю, что он не получилось, значит, следующая, 360-140 грамм, а вот даже принято считать по коротышам вот этим, да, что, ну, типа, такие они там, коловатые условно, да, неудобные, не вяжут, толком не бросают, вот здесь вот это исключение, одно из исключений, то есть, эта палочка очень приятная, она, как ни странно, при таком тесте малой длине, ну, там, 12 футов, да, она имеет тоже прогрессивный строй, да, палка приятная, она хорошо, вот видите, насколько это можно посмотреть, увидеть, она хорошо бросит, видите, вот я немножко так загружаю, она уже начинает прогружаться, то есть, я даже вот эту, эту палочку, она, как ни странно, во многих, лучше, чем вот предыдущая моделька, да, которую я раскритиковал, да, и, в общем-то, это объективно так, да, значит, следующая моделька, 360 до 60 грамм, ну, такая приятная универсальная палочка, среднее течение, стоячая вода, универсал, карповники, вот, пожалуйста, прогрессивный, идеальнейший строй, очень приятная палка, рекомендую, прямо к приобретению, просто супер, вы получите действительно хороший, приятный, грамотный аппарат, для ловли, практически так, как универсал, можно сказать, в рамках теста, она, кстати говоря, основывайтесь на тест, где-то, вот до 60, да, там где-то 7, ну, 80 грамм, грубо говоря, после 80, она начинает проваливаться, ну, близко вы, понятное дело, бросите, а вот, чтобы полноценный, дальний заброс сделать, она провалится и не даст, поэтому, еще раз повторюсь, грамотные палки очень хорошие, но все они в рамках теста, ну, ориентируйтесь на тест, не нужно там завышаться слишком, 390 до 90 у меня в руках, следующая моделька, тоже приятная, видите, как хорошо бланк прогружается, то есть, это течение, это водохранилище, дальний заброс на водохранилище, вот я применяю, Фатон Про, например, то есть 90, либо Сферу, либо еще есть Чемпион Чойс, такие фидерочки от Браунинга, Колми, кстати говоря, дорогой, вот я сколько не пытался, смотрел, ну, там, понятно, что, мне, честно говоря, не понравился этот фидер совершенно, хотя он стоит бешеных денег, значит, ну, это ладно, отвлекся, 390-90, вот я его трясу, по кормушкам, он, его можно чуть-чуть больше прогружать, если кого интересно, то есть 90 грамм плюс корм, среднего объема, она справляется, но не всякими маятниковыми и хлесткими забросами, а с ускорением, с постепенным, с плеча, она справляется, да, с перегрузом, то есть 90 грамм кормушка плюс корм, и бросает она фактически на ту же дистанцию, что она и бросит 56 или 42 плюс корм, поэтому вот конкретно этот бланк, вот такой имеет специфику, у вас небольшой бонус такой приятный будет, 330-я до 65-ти, следующая, это вообще пушинка, по сравнению со всеми, приятный тоже строй, очень приятный, прогрессив, такой хороший, больше многие берут на карповники, на небольшие речки, медленно текущие, на водохранилище, ловли изящные платвички, подлещика, ну вот смотрите, видите как она работает, вот насколько могу вам показать, да, в камеру, настолько, по колечкам то же самое, все расставлено грамотно, катушечки здесь и 4000, спокойно ставится, вот даже на 330-й, ну не тяжелая катушка, 4000-й, 3000-й, прекрасно можно все входит по шаману, значит 360 до 100 грамм, следующий у нас, вот смотрите, тоже он прогрессив, если вы видели, может быть, кто сталкивался, мои подписчики, фотон про 360-100, вот фотон про, он очень быстрый во везде, а эта палочка, она помягче, фотона про 360 до 100, будет вверху, и она будет, ну именно верхняя треть будет мягче, то есть, поэтому я ее, наверное, порекомендую именно как, ну и в принципе, я и ловил, да, это вот карп, даже вот, где нужна небольшая длина, это карпы, карповники, допустим, либо ловить на течении, не сильно, ну в среднем течении, где нужно, скажем так, прогрузить хорошо палочку, большим, допустим, весом кормушки, например, вот я и применяю, закормочные кормушки, у меня получается, где-то там 150 грамм общего веса, и разоброс там 40-50 метров, то есть, я закармливаю точку, дальше просто меняю кормушку на другую, то есть, он, эта палочка позволяет это делать, и вместе с этим, она еще и хорошо вяжет рыбу, вот небольшой минус, ну, совсем небольшой Фотона Про, почему я его коснулся, до 360, до 100, он быстрый, он чистый речник, и его, это плюс, да, что он держит течение, будет держать чуть-чуть получше, вот, это и, Гретхама, но он будет хуже вязать рыбу, то есть, вы можете не применять, ну, там, тончайшие поводки не сможете привязать, будет, ну, сливать рыбу, грубо говоря. Так, значит, у нас 360 до 80, очень похож, который до 60 грамм, да, смотрите, какой хороший прогрессивный строй, очень приятная палка, очень приятная, то есть, также с расстановкой колец, смотрите, о них у всех, то есть, крупное кольцо, крупные кольца на вершинках, но, опять же, такие крупные, которые не будут перегружать вершинку, чтобы она оставалась чувствительной, и в то же время, чтобы они не были настолько мелкими, как-то, чтобы они там, да, наоборот, не проходил там узел, или пух весной застревал, ломал вершинку. Вот такая палочка у нас. Ну, вот, господа, мы потрясли все фидерочки, я думаю, что вопросы, если у вас остались у кого-то, то, пожалуйста, пишите обязательно в комментарии, ну, и в целом, пишите в комментарии, то, что хотели бы увидеть на обзоре, надеюсь, что мои обзоры вам нравятся, потому что, скажем так, по совести я чист, все говорю честно. Значит, что еще хотел сказать, обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на социальные сети, потому что сейчас уже возникают некоторые конфликты, что люди хотят получить бесплатные запчасти, мы им отказываем, хотя они говорят, что покупали у нас, но они не являются подписчиками социальных сетей, то есть ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, если откроют и все будет нормально, это Фейсбук, Ютуб канал, подписывайтесь сейчас, где вы смотрите, да, либо Рутью, сейчас мы тоже там появляемся, то есть это вам даст гарантию получения бесплатных запасных частей в период проведения акции, такие акции мы проводим регулярно, конечно, 100% я не могу сказать, что они будут всегда там, и в течение там 2-5-10 лет, я не знаю, там, может быть, все что угодно в нашей стране что-то изменится, но пока люди уже получают, на многие фирмы уже прошли акции, и я надеюсь, что и на флагман мы тоже самое будем делать, поэтому никто этого не предоставляет, то есть получение двух запчастей в год бесплатно, всем нашим покупателям, подписчикам в рамках проведения акции такой, и опять же, очень важный момент, потому что по поводу этого тоже уже начались возмущения, а почему вы не пишете на форумах, там, на одном, другом, пятом, десятом, где я присутствую, что такие акции начались, я умышленно не пишу на форуме, и поэтому говорю уже неоднократно, что анонсы таких акций я буду выставлять только в социальных сетях, никакие форумы не дают преимущества ни одному человеку, ни по скидкам, ни по получению запчастей, ни почему, только два момента, первое, это человек должен являться подписчиком на страничке нашего магазина в социальных сетях, и прикрепить скриншот, что он является подписчиком, да, при заказе этой запчасти бесплатно, мы ему отправим бесплатно в любой регион России, Белоруссии, Казахстана, либо самовывозом он также заберет бесплатно, отправка за наш счет тоже будет, да, и второй момент, это он должен являться нашим покупателям, то есть это удилище должно быть куплено у нас, вот сейчас уже вновь третий такой эксцесс, да, чтобы сразу вопросы закрыть, что человек говорит, давайте я у вас куплю, что там угодно, другое, а вот на ту удочку, которая мне нужна, которую я не у вас покупал, вы мне дадите запчасть, то есть такое больше, хоть вы весь магазин купите, но для нас принципиальное слово, мне важнее, если вот так мы решили, значит эти запчасти получит только тот, кто это удилище купил у нас, даже если у нас полумагазина скупит других удилищ, все равно на то удилище, которое он пришел и покупал не у нас, он запчасти бесплатно не получит, потому что на многие фирмы, производители, только мы остались, которые возим запчасти, у которых есть запчасти, как это происходит, я этого не буду касаться, но запчасти оригинальные, если мы вдруг в каком-то маленьком проценте не можем подобрать запчасть, мы обязательно предложим человеку либо ремонт, либо эту запчасть от другого удилища, от другого производителя, который по конусности, по всем параметрам, максимально близок, либо соответствует к тому коленцу, которую человек хочет заказать, поэтому два момента, обязательно подписывайтесь на все социальные сети магазина, странички магазина, раз, и покупайте удилища только в магазине Multifish, нигде иначе, несмотря на то, что я являюсь коммерческим директором и разработчиком технологического центра Сабанеев, мне часто приходят то же самое, такие же, что вот я вашу снасть там где-то в другом городе купил, поэтому еще раз повторяю, только покупка в магазине Multifish, любых снастей, Сабанеев, Флагман, там, Волжанка, Зенокс, что угодно, Колумик, Браунинг, у нас большое количество всего, поэтому это является, только это является основанием получения запасных частей, вот, в общем-то, в двух словах это все, потому что, почему коснулся, ну, потому что возникают постоянные вопросы, я уже не знаю, как на них отвечать, поэтому уж извините, что я вот такую рекламу опять вставляю, но она полезная для, в общем-то, многих, да, как выяснилось, что они задают эти вопросы. По чехлам, скажем так, от серии Гретхам, точность так же, с моей точки зрения, он недорогой, ну, я просто не знаю, сколько он стоит, да, этот чехол недорогой, могли сделать намного дороже, ну, и правильно сделали, что они не сделали его дороже, вы помните серию Inspiration, три чехла, фактически, да, достаточно приличных по цене, которые, в общем-то, не соответствуют классу, я бы, ну, с моей точки зрения, они не соответствуют классу фидера, то есть, здесь серия практически похожа на Inspiration, по цене, по, ну, по всему, то есть, для меня это, кажется, для меня серия Гретхам, я считаю, да, что она максимально сбалансирована, и где нужно было сэкономить на чехле, чтобы деньги лишние люди не платили за то, что не нужно, они как раз здесь вот сделали его тот минимализм, который необходим, то есть, здесь у нас отдельный кармашек идет под вершинки, просто синтетическая ткань, достаточно прочная, при этом относительно тонкая, не намокающая, что очень важно в дождь и так далее, скорее всего, протекать она не будет, то есть, фактически, это такая плащевка, можно сказать, толстенькая плащевка, стяжки неопрен, резиночки такие, тоже приятные, с маленьким таким проставкой липучки, ну, вот так это завязывается, ну, здесь тоже самое, две липучки, соответственно, вот, в общем-то, весь чехол, такой хрустящий, шелощащийся чехол, вот, но, опять же, повторюсь, я считаю, что тот, кто разработал серию Гретхам, ну, ему можно сказать спасибо, действительно, да, потому что вся серия удачна, ну, кроме там маленького нюанса, который, в общем-то, даже в дорогущих сериях фидеров, этих нюансов, намного больше, да, по одной модельке здесь можно там что-то прицепиться, да, а все остальное, я считаю, что это отличнейшая серия, рекомендую к покупке на все 100%, то есть, она стоит своих денег, качество хорошее, все отлично, заказывайте в магазине Multifish, ждем ваших новых заказов, и, пожалуйста, не забывайте писать в комментариях свои пожелания и вопросы о том, что бы вы хотели услышать в дальнейших роликах от меня. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok